Основой стратегического менеджмента автором семинара в Москве по этому вопросу стал президент Сбербанка Герман Греф. В беседе также приняли участие Рамазан Абдулатипов и представители Кабинета Министров Дагестана. На встрече говорили о принципах работы и современных технологиях, которые используются в сфере организации и руководства. Сюжет в продолжении темы. Семинар-совещание организовали специально для Кабинета Министров Дагестана. Представители Сбербанка России во главе с его президентом решили поделиться опытом своей работы. Еще ранее это обсуждалось на встрече Рамазана Абдулатипова с Германом Грефом. Сотрудничество, основы стратегического менеджмента, принципы работы, современные технологии. Все то, что необходимо для эффективной работы. Самое главное, считает Греф, нужно подобрать профессиональную команду. Но и доверие населения к власти. И чтобы вернуть это доверие людей, в первую очередь надо общаться с ними. И только тогда будут определенные результаты. Основными задачами каждого руководителя являются оценка потенциала сотрудника, его обучение, повышение эффективности работы с помощью материального и нематериального вознаграждения. Потому что не бывает успешных руководителей без успешной команды. Если вы будете продолжать славные традиции воровства в Дагестане, а что такое воровство в Дагестане? Я не был руководителем ФСБ и МВД, но я знаю, так как я был главным давальщиком средств, и я видел результаты этого давания средств. Это одна из самых больших черных дыр в стране. Воровалась со свистом, не доходя вообще до этого результата. Культура власти, ее открытость, ее способность служить, способность людей, которые работают во власти, отдать себя этому служению, или не будет никаких результатов. И это ключевая развитие. Людей уморать невозможно. Вы все абсолютно транспаренты. Вы все под камерами, вы все в Ютьюбе. В республике уже подготовлен проект указа о создании стратегического совета по особому проектированию и инвестициям. Глава Дагестана дал ряд поручений руководителям республиканских министерств и ведомств, участвовавшим в семинаре, в первую очередь касающейся уровня подготовки кадров. Говорили о создании рабочей группы, которая совместно с коллегами из Сбербанка, выразившими готовность активно помогать республике, и дальше должна сформулировать цели, компетенции и приоритетные проекты развития республики. Мы начали учиться. Мы начали учиться. Мы многие, многие вещи не понимаем. Я уже говорил, что мы даже социалистическую систему управления не сохранили. Мы ушли к феодальному уровню управления, в том числе подборы кадров, отсеки персонала и так далее. Поэтому вот сегодняшняя встреча с Германом Оскаровичем, и я думаю, что и дальнейшие встречи с его соратниками, с людьми, с которыми он работает, вот всем навыков эффективного человека у меня на столе лежит. Но я дошел только до 19 страниц. Во-первых, времени нет. Во-вторых, я не хочу идти дальше, если я не понял. Я думаю, что вот здесь, сегодня, у нас есть шанс многое понять. Совершенно правильно сказано. Если человек не хочет учиться, никто его не заставит. Сегодня время, когда любые, даже самые гениальные знания устаревают за короткий период. Мы не успеваем сами, вот правительство, за динамикой развития процессов, которые идут в республики. Мы не успеваем за динамикой развития процессов, которые идут в Россию, тем более в мире. Нам надо быть более мобильными. А чтобы быть более мобильными, надо быть более грамотными, ориентироваться в этом пространстве, в котором мы находимся. Тем более управлять этим пространством, этими процессами. Уже в ближайшее время совместно с председателем парламента и главой правительства республики будут определены основные задачи всей работы. Самая главная проблема состоит в том, что руководство республики до сих пор как бы работало на ощупь, говорит Рамазан Абдулатипов. Развитие идет, инвестиции поступают, но мы не знаем направлений главного удара, потому как не определены приоритеты. Надо выбрать 10 основных направлений развития Дагестана. До сих пор не смогли многое сделать. Определить четко приоритеты. Я же не зря там сказал 5-7 приоритетов. Это очень тяжелая задача. Когда я в университете поставил эти приоритеты, там 5-7 приоритетов, сел 50, мне самому пришлось потратить на это месяц. Вот, совершенно правильно. Иначе растрачиваются энергии, растрачиваются ресурсы, размазываем финансирование. И в конечном итоге, как будто же, все делали, сутками работаем. А результата нет. Своим видением внедрения новых современных технологий и программ для повышения эффективности работы поделились участники семинара. Многие считают, что для Дагестана эта система в экономическом плане вполне подойдет. Наша задача сегодня, вот эти правильные решения, которые они смогли внедрить со всего мира, по крупицам собрали, вот, как бы, самые лучшие системы управления и персоналом, и бизнесом, вот, нам надо их в административные наши сейчас муниципальные единицы, вот, как бы, наше министерство, нам самим, вот, вице-премьерам, правительству, нам надо всем это внедрить и сделать, наверное, первую в России систему по управлению нашими кадрами республиканскими, по оценке, по привлечению этих кадров, по образованию, по созданию правильной системы, как бы, восполнению кадров, потому что мы все не вечные, мы когда-то постареем, нам надо уходить на пенсию, и нам на замену, и сегодня уже, к примеру, мы должны уже готовить себе замену. То, что, как восстанавливать виноградаса, как тому, что, как это самовосстанавливать животное, племенное, селекционное дело, очень много мы научились здесь, и я думаю, можно будет приезжать в республику, сдать у себя совещание и по районам, и курирующим министерствам поделиться опытом, чему мы научились здесь. Правительство, эффективное правительство, это команда, и то, что сегодня все правительство выехало, и обсуждало вопрос эффективности, само по себе очень здорово. А то, что в этом еще участвовал Сбербанк, один из самых, так скажем, эффективных банков страны, можно назвать даже самой эффективной, и за вот короткий промежуток времени, в который возглавляет его Герман Греф, он, конечно, слышал большой рывок, и все знают, что те технологии, которые в банке применяются, они достаточно новы, и очень много интересных технологий принятия решений, контроля исполнения задач, и в том числе выработки стратегии. Конечно, эта корпорация, это не регион, потому что есть, конечно, своя специфика в государственном управлении, но тем не менее тот опыт, так скажем, постановки задач, контроля их исполнения, оценка личной эффективности, конечно, они могут быть в республике применимы. Фатима Ашрубекова, Артем Сидорченко, Дагестан.